Всем привет! С вами Денис Кожер. В этом видео рассмотрим, как добавить отпечатки пальцев, капли воды и другие неидеальности поверхностей в Corona Renderer 3D Max. Если вы хотите больше интересных видео, то подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Я буду использовать текстуры с сайта Polygon.com. Здесь в разделе либо Free Textures, либо если же вы зарегистрируетесь на бесплатный доступ на 30 дней в категориях Surface Imperfection, вам будут доступны различные классные текстуры, как капли воды, всякие царапины, разводы и многое другое. Итак, сейчас первым делом настроим отпечатки пальцев. Вы их можете прямо здесь скачать. Переходим в 3D Max. Я назначаю тот материал, который у нас был. Запущу интерактив. И далее самый простой способ добавить их, это создать Corona Layered MTL. Переместить этот материал сразу в Layer 0, а к этому подключить вот так. Далее назначаем уже этот Layered MTL. Сейчас я отключу Displacement, чтобы он чуть-чуть быстрее просчитывал. И теперь надо добавить текстуры. Будем использовать вот эту текстуру, Fingerprints 0.4. Так, сейчас она подгрузится. Для начала закидываю ее в Diffuse Color. И смотрю, как она выглядит. Вот такая вот ситуация. Я вижу, что хочу сделать ее чуть поменьше, слишком крупная. Для этого я уменьшу тайлинг. Когда его увеличиваешь, в смысле ставишь цифры больше, то картинка как бы уменьшается. Чаще повторяется. Итак, это уже больше похоже на то, что я хочу видеть. Дальше надо просто добавить эту же карту в маску данного материала. В данном случае это маска 0. И как вы видите, у нас здесь остаются отпечатки. Но сейчас это не так хорошо видно. И в целях наглядности для данного видеоурока я повысил значение Output Amount. Мы можем сейчас его повысить вообще до 5, чтобы он прям ярко-ярко выделялся. Конечно же, в реальной практике такого делать не стоит. Надо искать более щадящие, более мягкие значения. Как у меня там было около 2 или может быть 1,8. Но для наглядности, чтобы на видео было видно, я показываю вот такие вот экстремальные значения. Хорошо, сейчас остановимся на 3. Также далее вы можете здесь донастроить отражение у данного материала. То есть, если это отпечатки пальцев, то глоссинность у них будет поменьше. Наверное, вот так как-то. Вообще, дальше уже настраивайте под свой вкус и цвет. Если хотите, цвет тоже, кстати, можете поменять. Так как это работает как маска. И здесь можно хоть синие, хоть красные отпечатки пальцев делать. Все на ваше усмотрение. Я оставлю пока текстуру. Так, можно двигаться дальше. С отпечатками пальцев разобрались. Вот с каплями воды уже чуть-чуть поинтереснее все будет. Добавляем еще один материал короны. Также отправляем его в Layered MTL. Только я перепутал, надо отпечатки пальцев оставить. А этот следом вот сюда. Точно таким же образом мы сейчас можем посмотреть, как выглядит текстура. Для этого я буду использовать вот эти Raindrops 01. И сейчас первым делом посмотрим, как выглядит вот эта карта. Она отвечает за Reflection. Я ее закину в Diffuse, просто чтобы посмотреть размеры. Видим, что она, во-первых, перевернута. Для этого здесь я ее переворачиваю. Параметр Angle 90. Ну и, наверное, так ее оставлю по размерам. Хотя, если есть желание, можно сделать либо больше, либо меньше. Можем здесь сделать чуть побольше. Например, вот так. Хотя, оставлю те параметры, которые были. И теперь вот эти настройки надо применять ко всем текстурам, которые мы будем использовать. То есть для этой, для этой и для этой текстуры должны быть такие же значения. Энгл 90 тут, тут и тут. Далее идет уже знакомая ситуация, как в предыдущем видео, где мы настраивали сам материал плитки. К карте нормалей подгружается Corona Normal, Add Gamma to Input, Normal Map и Flip Green Channel. Это добавляется в Bump. Это идет в Displacement. Displacement можно побольше поставить. Я поставлю 1 см. Видим, уже добавляется рельеф, уже гораздо интереснее смотрится. В следующем у нас есть маска. И ее, так как вот она как выглядит, это PNG файл. Вот эту вот ерунду, чтобы убрать, надо поставить Monochannel Output Alpha RGB Intensity. Меняем. И все должно, по идее, теперь выглядеть нормально. Сейчас я ее отправлю вот сюда. Да, мы видим, что теперь у нас нормально просвечивается то, что должно быть снизу. Далее осталось донастроить материал воды. Здесь, на вкладке Output, инвертируем карту Reflection. Помним, что для этих карт, использованных с полигона, параметр Reflection мы инвертируем. Вот так вот. Дальше. Надо сделать, чтобы это было похоже на материал воды. Материал воды Diffuse 0. Reflection 1. Glossiness можно сделать чуть-чуть меньше. Там 98 поставлю. Refraction тоже на 1. И Fresnel IOR 1.33. И здесь 1.33. И теперь ждем, смотрим, что выходит. Конкретно в данном примере с каплями воды, возможно, не стоит инвертировать вот эту карту. Ну, ее вообще можно отключить. Так, мне больше нравится результат. И можно вернуть Displacement. И уже смотреть на финальный результат. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их. Также переходите по ссылке в описании в группу ВКонтакте. И там вы можете оставлять свои идеи для видеоуроков. Я всегда буду рад вашим предложениям. Ставьте лайки или дизлайки, в зависимости от того, понравилось вам данное видео или нет. И подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok